Финам-ФМ. 99,6 в Москве. Археология. Авторская программа Сергея Медведева о повседневности. О скрытых в ней кодах и знаках. Об истории настоящего времени. Копать, копать и ещё раз копать. Мы идём вглубь повседневности. Раскрываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 20 часов на Финам-ФМ. 99,6 в Москве. Добрый вечер. 20 часов и 6 минут в Москве. 99,6 на Волнах-ФМ. Это археология. Прореженедельная, по средам выходящая программа радиофинам-ФМ о социологии повседневности. В студии я, ваш верный археолог Сергей Медведев. И как всегда начнём мы, ну а с чего ещё начинать разговор, как не с погоды. Такая, вы знаете, осенняя погода навевает такие осенние размышления, ностальгические. Я не побоюсь этого слова, чувства возраста. Наша сегодняшняя программа о поколении, о чувстве поколения. О поколении, к которому я, ваш покорный слуга, и думаю, очень многие наши слушатели себя причисляют. Поколение восьмидесятников. Вот здесь сразу давайте расставим точки над «и». Это не люди, рождённые в 80-е годы. Это люди, которые социально родились в 1980-е годы. То есть, так скажем, очень условно. Можно, конечно, расширять рамки, но, условно говоря, люди, родившиеся в 60-е, люди, которые пошли в школу в 70-е, в армию и в вуз или какое-то ещё образование, они получали в 80-е годы, в годы перестройки, и вышли в жизнь в лихие 90-е. Но люди, которые сформировались ещё вот в эту самую эпоху перемен. Эпоху между, так скажем, вот этой чехардой наших похорон генеральных секретарей и бесславным или славным, кому как нравится, концом Советского Союза. Так что родились 60-е, школа 70-е, армия вуз 80-е, в жизнь вышли в 90-е. И кто они такие в 2000-е годы, восьмидесятники? В этом наш опрос, который висит на сайте финам.фм. У вас есть три опции. Восьмидесятники – это первое поколение победителей, второе поколение прагматиков и третье – потерянное поколение. И у нас есть двое гостей, которые, в общем-то, с определённой натяжкой, но более-менее могут относиться к поколению восьмидесятников, по крайней мере, себя позиционируют как таковые. Это Вадим Радаев, социолог, первый проректор Высшей школы экономики. Добрый вечер. Добрый вечер. И кинокритик, культуролог Ян Левченко. Добрый вечер, Ян. Здравствуйте все. Ну что ж, приступим. Я думаю, наступил некий момент рефлексии, попытка сформировать, сформулировать вот эту вот неясную вещь, которую я бы назвал сознанием, самосознанием поколения. Поколение, к которому мы все в той или иной степени принадлежим. И первый вопрос, собственно, а был ли мальчик? А существует ли оно такое поколение восьмидесятников? Да, ведь поколение, если сейчас нам вспомнить классику социологии, мангейма, это не только возрастная общность, да, это общая идеология, общие ценности, общий жизненный опыт. Вот в этом смысле существует оно поколение восьмидесятников? На мой взгляд, да. Вадим. Вот от такого поколения. Что это для тебя быть восьмидесятником? Это некое, так сказать, единство опыта с другими людьми? Да, это единство опыта очень специфического, когда всё уже на глазах расползалось. То есть дороги были прямые и светлые, но эти дороги уже многих и во многом не интересовали. И это время, когда просто вот все эти привязанности, обязательства, коммитменты начали расползаться. Расползалось ткань общества в каком-то степени. И в результате это поколение освободилось в таком нехорошем смысле слова от этих обязательств, коммитментов, лояльностей. И с этим багажом потом и вышло в славную перестройку, бурные, буйные девяностые годы. В нехорошем смысле слова. Почему ты считаешь, что это освобождение в нехорошем? Мы освобождались от этих, может быть, советских цепей, от того страха, который нас преследовал? Может быть, мы более или менее, те из нас, кто состоялись, состоялись благодаря тому, что освободились? Знаете, это не было, как часто говорят, бунтарским поколением вовсе. Скорее, это было поколение ухода. Ухода от того, что навязывалось долгие годы, продолжало по инерции существовать, но не случайно, скажем, Виктор Цой был так популярен. У него есть бунтарская тема, но она не главная. У него главная тема ухода, да? Но ухода-то, в общем, в никуда. Никакого параллельного мира не существовало. Цой абсолютно буддистская музыка. Это уход в нирвану и вот этот вот ритмизованный буддизм, так сказать, в чистую созерцательность. И никакого параллельного мира, никакой альтернативы это на самом деле не существовало. И в этом смысле и освобождение-то и состоялось. Ну, я сказал, в нехорошем смысле, может быть, и в нейтральном смысле. Поколения нет? Оторвались. У Шевчука уходит наше поколение, нет? Приходит ваше поколение, да. Или телевизор, дети уходят. Ян? Я бы в скобках заметил, что по поводу Цоя, что, в общем, его, если можно так выразиться, буддизм, это очень специфический такой советский, скорее, медьковский буддизм, который, скажем так, к религиозной доктрине никакого отношения не имеет. Это действительно чистый эскапизм, когда он поёт «закрой за мной дверь, я ухожу», это значит, что кто-то остаётся в комнате, а куда этот вышел, собственно, неизвестно. И никого интересовать не должно. А как же мы ждём перемен? Ну, это... Требует наше сердца. Насчёт песни «Мы ждём перемен» я не хотел бы обобщать, предлагать какие-то генерализации. Эта песня довольно специфическая и, надо сказать, нехарактерная для Цоя, насколько я... Пожалуйста, согласен. Совершенно согласен. Совершенно согласен. А если комментировать периодизацию взросления и созревания, которую предложил Сергей, то я-то как раз отношусь к числу людей, которые на 10 лет от этой периодизации отстают. И, наверное, моя старшая сестра 1963 года рождения, она как бы идеально вкладывается в то, что вы, Сергей, называете восьмидесятниками. И тем не менее, я бы хотел уточнить, что я и люди, с которыми меня сводила судьба, сверстники какие-то, люди близкие, которых я выбирал, которые выбирали меня, успели вскочить в последний вагон этого уходящего и разваливающегося советского поезда. И, несмотря на то, что у него все время хлопали, лязгали двери, и туда кто-то вываливался, тем не менее, мы держались и, в общем, на этом поезде продолжали ехать. Когда я впервые оказался в городе Стамбуле, я увидел материализацию этого образа, потому что там приблизительно такие поезда ходят в реальности. Вот. Но вместе с тем, поколение 80-х, на мой взгляд, интересно как раз тем, что это, скорее, поколение негативной идентификации, это поколение, которое может о себе сказать «мы не эти, мы не те, мы не такие, мы не другие, мы какие-то совсем другие». Просто потому, что периоды созревания и периоды вхождения во взрослую и затем профессиональную жизнь, так сказать, они приходились на разные подряд следующие друг за другом общественные сломы. И вот это сначала время катания на лафетах, вот это, да, значит, любимый кремлевский спорт, потом, стало быть, так называемая перестройка, значит, вот, затем новое мышление, значит, совпавшее с этой перестройкой, потом, значит, конец 80-х, развал всего, первые кооперативные видеосалоны, значит, вот, оказывается, можно смотреть «Мануэль», вот, последние виниловые пластинки и всё такое прочее. Последнее десятилетие виниловых пластинок, стационарных телефонов и бумажной почты, вот, а потом началось что-то совсем другое. И вот там... Мы те люди, которые помнят, что такое, что такое виниловые пластинки, которые помнят, как на ксерокс нужно было брать чью-то подпись, чтобы по ксероксу, которые знают, что, так сказать, нужно было через телефонистку звонить за рубеж. У меня коллекция винила до сих пор есть, мне племянник каждый раз спрашивает, ну что, выбросим? Я никак не могу решиться. Нет, ну это ещё вернётся, так сказать, настоящие аудиофилы. Нет, видимо, не вернётся. Но сил выпросить нет. Ну, вы знаете, да, здесь, конечно, жизненный опыт очень сильный. Вот я могу точно сказать, для меня хронологические рамки 80-х очень чётко определяются двумя событиями. Я точно помню, когда они начались, 80-е. Не с обводом войск в Афганистан. Я даже этот момент к стыду своему не знал, не осознал это всё через какое-то время только пришло 80-е. Я понял, что существует Афганистан, когда просто по трагической случайности погиб мой одноклассник. Мы ходили на похороны, на Митинское кладбище, которое только закладывалось в Москве. Я помню, как мы пошли месить глину. И я вышел на новую часть кладбища и вдруг увидел, что все могилы моего года рождения, 66-го, 66-й, 66-й, 66-й. И вот меня первый раз тогда это торкнуло, что, собственно говоря, идёт война и погибают люди. Так вот, к сожалению, не с Афганистана для меня начались 80-е. Не начались они даже не с Олимпиадой 80, на которую, так сказать, я был увезён мамой в Прибалтику и, помню, по телевизору наблюдали. И, наверное, как у всех, у меня в глазах стояли слёзы, когда этот медведь, будущее, значит, до свидания, Москва, до свидания, улетал куда-то в московское небо над лужниками. Они для меня начались 10-го ноября 1982-го года. Смерть Брежнева. И вот я помню, когда это объявили в школе, наступил какой-то момент растерянности, но в то же время какой-то, так сказать, такой чертёнок, бесёнок жил. Ну и что, что умер? И вот мы совершили такой типичный 80-нический акт с моим другом, тогдашним сидевшим за партой, одноклассником Толи Акопов, с которым я вот уже не виделся 27 лет как. Мы смотались в кино. Не помню совершенно, на что мы пошли. Если Толи Акопов вдруг слушает это сейчас радио, пусть он позвонит в эфир и расскажет, на какой фильм мы пошли, потому что я не помню. Но так, так сказать, пытаясь вычислить, я думаю, это был фильм «Тагеран-43», который, так сказать, я смотрел пятый или шестой раз, бесконечно прекрасные Белохвостиковые песни и Азнавура в конце. Вот. И вот понимаете, то, что всё в растерянности, а мы смотались в кино, и там смотрели это кино и пили бутылку пива на заднем ряду. Понимаете, когда умер Сталин, такого не было. Люди в кино не сматывались. Ну, я хочу сказать, что в день похорон Брежнева я плясал на свадьбе своего лучшего друга, не потому что мы такие циничные, всё было значительно интереснее. В этот день было запрещено проводить всякие празднества, а делать было нечего, просто закрыли ресторан на втором этаже и на полную оттягивались. Всем уже было всё равно. И на самом деле уже никто и не боялся, и ничего. Ну, знаешь, Вадим, а для меня... Не то, что тут растерянность какая-то, а уже, ну, как бы совершенно наплевать было. Но, кстати, закончились для меня 80-е эпизодом, когда мне было не всё равно. Закончились для меня 80-е очень значимым эпизодом 19 августа 1991 года на бригадах вокруг Белого дома. И вот, кстати, тогда я сказал бы, что это был бы то, что называется rallying point. Пункт сборки, пункт собрания восьмидесятников. Я никогда в жизни, в своей жизни не видел столько знакомых людей, сколько я встретил в те три ночи на бригадах вокруг Белого дома. Мои одноклассники, мои однокурсники, люди, с которыми я работал в ранней карьере в журналистике, люди, с которых я видел в концертных залах и так далее. Это было какое-то фантастическое место встречи, фантастическое место узнавания. И вот тогда совершенно чётко 80-е закончились. То есть для меня это 1982-1991 год. А, так сказать, вы в тот момент не были? А где вы были в ночь? А ваши чьи родители? А чем вы занимались до 1917 года? Я был в Киргизии в Советской и не мог присутствовать. Ага, документы есть, билеты есть, да? Могу предъявить. Надо сказать, что я вообще не очень понимаю, что я делаю рядом с такими взрослыми дядями, которые плясали на свадьбе лучшего друга в 1982 году, потому что я в 1982 году учился в младших классах общеобразовательной школы, и когда учительница объявила, что умер Леонид Ильич Брежнев и выдержала соответствующую трагическую паузу. Естественно, детская моторика не столько осознанного протеста, сколько, так сказать, вытекающая из общего идиотизма ситуации и того, что тебя заставляют ни в коем случае не дышать, не смеяться. Ты корчишься от смеха, пытаясь держать рвущуюся изнутри протуберанец, может быть, изо всех сил пытаешься не пукнуть или не рассмеяться. Обычные такие переживания 7-8-9-летнего ребёнка, когда его заставляют стоять, выдерживая вот эту самую трагическую паузу, минуту молчания и так далее и тому подобное. А что касается 91-го года, ну, тут, как бы, я бы сказал, своя история. Как раз я бы хотел в скобках опять-таки заметить, да, что 85-й год для меня как раз конец 70-х, как раз конец 70-х, потому что это было самое длинное десятилетие, на мой взгляд, как бы с 68-го по 85-е годы. Это, собственно, растянулись длинные 70-е годы. Ну да, безвремение такое. А прощайте годы безвременщины, Шульженко, Лещенко, Черненко, Салатика с тресковой печени, Летко-Янко, Летко-Янко, как, значит, описал Тимур Кибиров. Так вот, это, скорее, 80-е годы, это очень короткое десятилетие, 80-е годы. Я согласен, что они кончаются 91-м годом, но это всего 6 лет. Ясно. Это всего 6 лет. Ну что ж, это мнение Яна Левченко. Сейчас мы прервёмся на небольшую паузу, после которой продолжим. Добрый вечер, программа Археология. В студии Сергей Медведев и наши гости Вадим Радаев, социолог, первый проректор Высшей школы экономики и кинокритико-культуролог Ян Левченко. Говорим мы о теме поколения, о поколении восьмидесятников, людей, которые социально сформировались, вышли на сцену в 80-е годы. Восьмидесятники, победители или потерянное поколение. Ждём и ваших звонков, ваших мнений по телефону 730-7370. Можете также отправить смс на номер 5533, начинающийся с буквы «Я», или зайти на сайт finam.fm и проголосовать. 730-7370 наш телефон. Ну а мы давайте продолжим вот эту тему, где мы остановились, что это некое поколение очень промежуточное. То есть, понимаете, у нас постоянно был некий слом восьмидесятые. Мы сначала отпрыгнули от одного, отпрыгнули от социализма, мы попали вот в этот вот огромный поток перестроечной публицистики, откровений их всех вот этих. Я думаю, что многие, если даже и не стали, то прошли через этот период увлечения либерализмом, западничеством. И дальше неожиданно с этим либерализмом, с западничеством люди вошли в дикий рынок. И наступило второе отторжение. Уже, так сказать, отторжение от капитализма. Произошло то, что вот польский социолог Питер Штомбка называет культурной травмой. Такая двойная культурная травма. Двойной слом. То есть, вот как вы считаете, Вадим, здесь есть некие следы культурной травмы? Понимаете, мне кажется, что слом и разлом и раскол начался до перестройки. И восьмидесятые для меня раньше все-таки начались, чем во вторую, чем с приходом Горбачева. И там интересная и важная вещь заключается в том, что в каждую эпоху, казалось бы, существует конфликт поколений, конфликт отцов и детей. А особенность этого времени, восьмидесятых, училась в том, что этого конфликта фактически не было. Потому что конфликт – это когда старшее и младшее поколение спорят о чём-то, да, пытаются как-то друг друга опровергнуть и тем самым в какой-то степени понять. А здесь уже младшее поколение фактически не слушало, полностью отвязалось, забило на всё. Для меня с этой точки зрения вот ключевым таким знакомым является фильм «Курьер» Карина Шахназарова, где основная тема именно это. А ключевой эпизод совершенно замечательный, когда герой Владимира Меньшова рассказывает про своего сына. Он говорит, я понять хочу. Ты делаешь со сгущенным молоком. Он говорит, ты мне объясни, я понять хочу. Чего ты хочешь, сволочь? А он молчит. Молчит и делает всё по-своему. То есть никакой коммуникации нет, если это никакого конфликта нет. Есть нечто более серьёзное по своим последствиям, вот этот раскол совершенно и расхождение, которое потом хвостом ударило уже и в 90-е, разумеется. И, кстати, напоминает, я недавно пересматривал «Курьер», этот монолог напоминает гениальный совершенно монолог Капитана Хаева из фильма «Изображая жертву». Вот в этом, в японском суши-баре. Я не понимаю. То же самое. Там буквально они слово в слово идёт повторение. И суть в том, что, так сказать, отцы трясутся, хотят что-то понять, а это всё падает в пустоту. И вот это вот, конечно, да, я согласен. «Курьер» вот этот гениально сыгранный фильмом Дунаевским. Да, ещё бы на Сашле говорил. Скажите, кому мы оставляем наше вот это лучшее, да? Кому мы передаём? Он да, а ответа нет. Ответа нет. Никому не надо. Он 80-ник, он 69-го года рождения. Там вот эта первая сцена в суде идёт, когда они разводятся, и у них сын, да, один сын 69-го года рождения, вот этот вот Иван. Ян, вот вы как кинокритик, а что стало с «Курьером» в 80-е годы, с героем Фёдора Дунаевского, с этим Иваном из фильма «Шахназарова»? Я не ослышался в 80-е годы, что стало. Нет, нет, в 90-е. Фильм в 86-м году вышел. Да, поэтому я переспросил. Да-да. Я думаю, что «Курьер» в исполнении Фёдора Дунаевского, да и, в общем, в любом исполнении, вот тот самый «Курьер», который не отвечал на вопросы и медленно моргая, значит, и глядя в угол, ждал, когда это кончится. Я полагаю, что в 90-е годы всё зависело от того, насколько он был близок к возможностям перераспределения ресурсов. Если у него возможности перераспределения ресурсов были не очень велики, он, например, проживал где-нибудь в провинции, если хочешь, если выпал в империи и родиться, да, надо жить в провинции у моря. В плохой провинции у моря, да. Если это сознательный выбор. А если не выбор, а так получилось, то, скорее всего, он поднапрягся и начал с ларька. Ну, организовал ларёк, может быть, да, зарабатывал свои маленькие первые деньги. А если получилось быть поближе к некоторым центрам распределения ресурсов, то, может быть, и, ну, ларёк, но побольше, крупный ритейл, например. Я думаю, что это, собственно, молчаливое поколение, которое просто, так сказать, реализовало мечту, да, может быть, своих родителей, да, жить независимо. Вот, только родители в этом не хотели признаваться, так сказать, ну, как бы, все время переводили это в какие-то квазидуховные. Вадим, а ты, а ты, как считаешь, Иван пойдёт ларёк торговать? И, кстати, зрители, слушатели тоже звоните, 733-70. Нам ведь много известно сегодня. Нам известно две вещи. Первое, что Фёдор Дунаёвский непрофессиональный актёр, играл самого себя. И второе, нам известно, что с ним стало реально. Он же эмигрировал в Израиль и начал заниматься каким-то малопонятным бизнесом. То есть, строго говоря, вообще превратился, стал никем и превратился в ничто. То есть, честно, доиграл свою роль. Нет, он, слава богу, он жив и здоров. Я видел передачу про него. Но всё очень складно и получилось. Да, такая типичная. Восьмидесятники, кстати, я думаю, очень многие себя, себя не буду исключать, провели через Запад, через отъезд и возвращение, в том числе потому, что это была реальная опция. Ну, так сказать, получив образование в стране, получив некую исходную стартовую позицию, уже в 90-е годы появился гораздо больше спектра возможностей, в том числе возможности попытки что-то такое попробовать. Более того, это было совершенно естественно. То есть, если ты добивался определённого успеха, если демонстрировал определённые навыки уже на уровне, скажем, образования, да, получения образования, то твоему, тому, что ты сидишь на месте, удивлялись, говорили, что ты здесь делаешь. Да, да, что ты здесь делаешь. Вообще, конечно, очень хорошо, что Вадим вспомнил этот фильм. Это совершенно потрясающий культурный маркер эпохи, особенно, как они там с Чуриковой садятся, и вот этот поёт, и снится нам не рок, это космонистик. Садмодрома, и, так сказать, потом он уже, Иван, замолкает, и Чурикова одна уже в совершенно другой тональности выводит в таком вот это зелёная трава. А он по-доброму так смотрит на неё, ну, как на, в общем, как на чудака. А какие ещё культурные маркеры у нас есть из 80-х? Сейчас же вот эти вот жутко популярны дискотеки 80-х. Как я понимаю, так сказать, клубы вообще свою основную кассу делают очень многие по четвергам, когда собираются вот эти вот дискотеки 80-х, ретро? Ну, дискотеки 80-х, мне кажется, организованы по принципу «давайте мы воткнём в этот бренд всё, что не попаде», да, всё, что относится к области некоторого прекрасного прошлого, подёрнутого патиной какой-то, да, благородной, или не очень благородной. Это начиная с группы «Самоцветы», которую вряд ли можно отнести к музыке 80-х, и заканчивая группой «Мираж», которая очень хорошо соответствует своему названию, потому что она всегда была своеобразным «Миражом», и не очень понятно, кто там всё-таки играл и пел, вот, равно как и «Ласковый май», которые уже разуз... Фильм же выходит «Ласковый май» сейчас. Да, 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 так сказать, миф получает дополнительная Абертона, получает дополнительный, как бы, старт, да, и заканчивая вот этими проектами, которые появились уже после перестройки, на волне перестройки, да, значит, в самом конце 80-х годов. Так что дискотека 80-х — это, я бы сказал, феномен такого, ну, так сказать, собирания в одну корзину всего, что можно было бы вообще-то дифференцировать. Это было мнение Яна Левченко. Вадим? У меня это складывается или раз... разламывается на две совершенно разные части. Первая часть — это диско, плюс Абба, там, Бонни-Ям, Смоки и так далее. Итальянцы, рики и пловери, Рамина Пауэра и Баба. У меня не вызывает ничего, кроме нормальных, хороших, здоровых, ностальгических чувств, там, молодое время и так далее. А в начале 80-х совершенно другая история, для которых меня в 80-е-то и начались. Это питерский рок, аквариум, зоопарк, кино и вот... Эти группы. Это совершенно другая история. Ну что ж, на такой хорошей ноте давайте уйдём на прерыв на новости. Копать, копать и ещё раз копать. Мы идём вглубь повседневности, раскрываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 20 часов на Финам-ФМ. 99,6 в Москве. И снова добрый вечер. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев и наши гости. Вадим Радаев, социолог, первый проректор Высшей Школы Экономики и культуролог и кинокритик Ян Левченко. Говорим мы о поколении восьмидесятников. И ждём ваших мнений, ваших звонков по этому вопросу. Восьмидесятники – победители или потерянное поколение, люди, которые вышли в жизнь в 80-е годы, родились в 60-е, вышли в жизнь в 80-е. Звоните нам, телефон студии 730-7370. Заходите на сайт финам.фм, голосуйте тоже по этому вопросу. Ну а мы здесь вышли на такой знаковый фильм восьмидесятых «Курьер». Кстати, тоже очень интересное название «Курьер». «Курьер» – это же посланник между двумя мирами. Это посланник вот в этом вот межвременье и между тем миром советским и новым, ещё не наступившим миром рынка, миром свободы и демократии на нас нежданно свалившейся. «Курьер» как вот этот вот лукавый гермес. Может быть, тот самый гермес, статуя которому поставлена у Центра международной торговли в Москве, которая долгое время этот центр был единственным таким оазисом капитализма. Туда люди, так сказать, ходили вдыхать запах импортных сигарет, кто-то там, может, и фарцовкой занимался. То есть те же самые 80-е, вместе с Международным аэропортом Шереметьево, вот этот Центр международной торговли был таким вот, так сказать, таким приблотнённым центром Запада. Но что вот интересно, вот этот его подход, этого курьера, он же такой очень лукавый, ироничный, растворяющийся в небытии постмодернистский. Вот можно сказать, что это поколение 80-ников, это, собственно говоря, поколение постмодернистов, которые уже ушли от ценностей, которые благодаря своему постмодернизму так, может быть, легко и встроились в рынок. Ну, если понимать постмодернизм как уход от ценностей, то возможно, хотя я его понимал немного иначе. А как? Курьер, ну, действительно, замечательная метафора, только надо иметь в виду, что, видимо, месседжа никакого не было. А постмодернизм, наверное, надо понимать как некоторое свободное, неостановимое скольжение по поверхности, да, и постоянная смена ракурсов и так далее. Здесь же, на мой взгляд, не такое свободное скольжение, скорее, апатия и безразличие. Затухание. Затухание и неспособность, и нежелание, искреннее нежелание, неготовность к какому-то поступку. Вместо этого какие-то вялые, аморфные, романтические мечты. Вы помните этот карьер, какой-то леопард, там возникает нелепые какие-то африканцы, что это, к чему, он и сам герой не понимает, мы не понимаем. Потому что, в общем, смысла-то нет в этом никакого. Ну да, Владимир, спасибо за очень хорошую метафору о постмодернизм как скольжение. Не знаю, для меня символ, кстати, главный писатель поколения, это, наверное, Пелевин. Потому что он очень четко зарегистрировал все основные моменты, да, все остальные основные значимые функции вот этого поколения. Начиная вот от, может быть, от принца Госплана, такой виртуализации жизни, когда вошли компьютерные игры, когда вошло понятие виртуальной реальности, и началось вот это вот наше вхождение в сеть цифровую. И кончая всеми этими пародиями на пиар, на рекламу, кончая пародиями на вот эту финансово-олигархическую действительность типа пространства Фридмана. Ян, а для вас кто, может быть, главный писатель, выразивший дух поколения? Ну, я позволю себе буквально пару слов сказать, дополнить Вадима, действительно, замечательная метафора и очень правильная, как мне кажется, трактовка фильма, в частности. И то, что постмодернизм, конечно, он агрессивен, он предполагает все-таки некую агрессивную установку. Это не только скольжение, но и смена ракурса, которая, в общем-то, происходит активным образом, да, а здесь происходит затухание движения. Затухание и полное отсутствие, полное отсутствие какой бы то ни было воли к дальнейшему развитию. И в этом смысле, наверное, Пелевин, не могу сказать, что он для меня главный писатель поколения. Честно говоря, я не занимался такими обобщениями. Мне кажется, что Пелевину просто удалось схватить вот эту никуда не ведущую, способную захватить тебя в любом месте и не отпускать вот эту пустоту, да, всасывающую. Ключевое слово, Пелевина, пустота. Всасывающая пустота, которая не делится на какие-то сюжетные элементы. Это пустота, которая равна себе в каждом своем отрезке, потому что это некая единая и неделимая пустота. Поэтому ты в любом месте можешь в нее провалиться. Пелевин все время пишет о пустоте. И Чапаев и пустота, и его поколение П, то есть вот эти вот цифровые клоны Ельцина и Чубайса тоже как эманации пустоты. Да, давайте послушаем, что наши слушатели по этому поводу говорят. Олег у нас на линии. Олег. Да, здравствуйте. Е 68-го года рождения. Хорошо. Да. Вписывайтесь. Что? Вписывайтесь, говорю, в расклад. Да, вписываюсь. Ну, самый, да, последний. Меня просто на самом деле трогала в этот момент именно конфликтная ситуация с моими родителями, которые были, ну, как бы старой закваски. И конец 80-й, когда я пришел из армии, 89-й год, начались вот такие конфликтные ситуации, когда меня заставляли идти работать, а я видел уже, ну, прогресс своей деятельности. Ну, даже, ну, начиная там с челнока, там, возить товары, зарабатывать деньги и так далее, и так далее. Вот. И у меня был страшный конфликт, кстати говоря, с родителями, потому что они мне говорили, что тебе надо идти работать на какой-то там завод и так далее, и так далее. Вот. По поводу Пелевина и так далее, и того момента, да, Пелевин. Наверное, Пелевин адресовывает. Олег, а такой вопрос. Вам, вы считаете, вот вам удалось самореализоваться в 90-е годы? Вот вы уже, наверное, там не водите контейнеры? Да, конечно. Именно, именно, именно из-за того, что мне, то, что я купил машину, если мой папа купил там на заработок своей машины там кучу времени, стояла в очередях на этой Жигули, вот. А я ее заработал там буквально два раза поехав с двумя чемоданами в Югославию, грубо говоря, и продав там товар, да, и перепрыгнул там все в глазах, и все равно. Ну, то есть из-за этого у меня был конфликт. То есть мне говорили, что ты там человек, да, такой. То есть рухнул занавес. Ясно. Ясно. Олег, да. Да. Ну, хорошо, спасибо. У нас просто еще звонки на линии. Спасибо за ваш голос, так сказать, от поколения восьмидесятника. Давайте послушаем, что у нас Наталья говорит. Наталья. Ничего доброго. Да, здравствуйте. Вы знаете, я в первой половине вот не дозвонилась, потом решила вообще не звонить, потом все-таки пошла позвонила. Ой, ну спасибо. Знаете почему? Потому что вы упомянули Виктора Цоя, Царство Небесное, Витеньки. Дело в том, что я 60-го года сама, и Каркадию Высоцкому, Каркаше, да, вот для нас, для друзей, он приезжал в узорчатый дом. Они там останавливались. Я была свидетелем вот многочисленных его визитов. И знаете как, он однажды из первых рук спел песню. Потом как-то так спросил у нас, а как вы считаете, мы так все притихли, песня была грустная довольно, вот, лежащим на траве, там, и так далее. И он сказал, не слишком ли это патетично. Я еще тогда даже как-то и не сообразила. Ну да, Наталья, а про 80-е, так сказать. Да, и вот это и были, вот это и были 80-е. Это были 80-е. Да, это были 80-е. Они приезжали нищими мальчишками, их надо было подкармливать, потому что жить им было негде, там, то у Лепницкого остановят, то еще где-то. Понятно. Подпольные концерты, черные пальтишки, всем составом. Утарник, гитарист, Густав, там, этот Каспарян. Ну, ясно. И дальше, и дальше, я что хочу сказать. Когда начались поиски, вот эти, да, кто-то ушел вообще, как Виктор, еще раз царство ему небесное, кто-то куда-то разрод был. Вот у Аркаши дипломная работа, как раз там первая роль Машкова, вот он бродит по Москве, где-то стяги, где-то демонстрации, где-то он там меня находит в центре Тузова. Наталья, спасибо, очень хороший голос из 80-х, голос эпохи, спасибо, что так разнообразили. Благодарю. Ну что ж, давайте теперь попробуем поговорить о, собственно, политическом профиле поколения. Потому что, вы знаете, поколение 80-ников, оно ведь во власти сейчас. Ну, так скажем, мы сейчас, конечно, если Владимир Владимирович Путин слушает нашу программу, шлем ему свои поздравления, но Владимир Владимирович Путин, он 52-го года рождения. Медведь в 65-го, Обама в 61-го года рождения. Фактически поколение 80-ников, вот какое бы оно ни было, постмодернистское, бесценности сформировавшееся, оно сейчас находится во власти. Ну, по крайней мере, на грани входа власти. Вот я посмотрел такую интересную статистику в газете, ведомости ее публиковали. В общем-то, пока еще у нас командные высоты в политике занимают представители 50-х годов. То есть, в высшем органе российской власти, администрации президента, это 41%. Но при этом 60-ники, это уже, извиняюсь, 80-ники, те, которые родились в 60-х, это 30%. Которые больше, чем вместе взятые поколения 30-х, 10%, 40-х, 10% и 70-х, 6%. То есть, это взято на официальных биографиях 46-ти высших должностных лиц в администрации президента. То же самое на федеральной госслужбе. Поколение 50-х 30%, 60-х 26%, 70-х меньше 26%. То есть, понимаете, получается, что вот эти вот 80-ники, люди, родившиеся в 60-е годы, они сейчас занимают доминирующие позиции его власти. Что-то это, собственно, значит для нашей власти? Ну вот, я понимаю так, подтекст этого вопроса. Как же так? Как же из потерянного поколения родилось поколение победителей? Мне кажется, здесь, ну и вот ваш вопрос, который вы радиослушателям задаете, все-таки это потерянное поколение или прагматики, или победители. Мне кажется, здесь нет противоречия. Это было потерянное поколение в том смысле, вот что, в смысле разрыва с ценностями, идеологиями, связями, лояльностями, и благодаря этому разрыву и появлялся особого рода прагматизм, который, когда приоткрылось окно или окна возможностей, позволил идти довольно прямо, не сворачивая, не обращая внимания зачастую, не смущаясь, и стать поколением победителей. То есть ты считаешь, что это поколение победителей? Даже, ну, если даже абстрагироваться от этой статистики политической, ну, в целом можно сказать, что именно это поколение нарушило длительную, там, на десятилетие традицию геронтологическую. Это просто статистически показано. Ну, даже вообще по власти, если посмотреть начало 90-х годов, собственно, вот этим МНС и во власти, вся эта генерация волна Чубайса, да, Гайдара, правительство, это тоже люди, те же 80-ники, вошли во власть? Начиная с последних масштабных чисток, была жёсткая тенденция в элите постоянное старение и удлинение сроков, это считалось, удлинение сроков пребывания на этих постах. И именно это поколение эту тенденцию сломало, не переломило, а сломало просто. Ну да. То есть, Ян? Мне очень не хочется говорить какие-то банальности, но уж что есть, то есть. Мне кажется, что поколение 80-ников толкнуло во власть и толкает, как бы, к некоторым руководящим, скажем, рычагам то, что называется естественным движением времени. Поскольку просто это естественное движение времени совпало с этими открывающимися окнами, о которых сказал Вадим. Действительно, открылись окна свободы, грех в них не выглянуть, а если открылась дверь, грех в неё не войти. Коль скоро она открылась. Если всё время колотиться в дверь всем телом, налетать, на ней ударяться об дерево, значит, вот, там, падать и лежать, вот, как это было до этого, и действительно происходило перманентное старение, да, значит, среднего возраста людей во власти. Это как бы связано было просто с некоторой искусственной ситуацией, да, искусственным пролонгированием, да, как бы, вот, тупиковые ветви развития государства. А когда государство всё-таки открыло эти возможности, понятно, что туда хлынули соответствующие кадры. Ну да, спасибо, Ян. Была открыта дверь у нас в возможности, а мы сейчас откроем маленькую дверку в рекламу. Добрый вечер. Снова мы, программа «Археология» в студии Сергей Медведев и наши гости. Социолог, первый проректор Высшей школы экономики Вадим Радаев и культуролог и кинокритик Ян Левченко. Говорим мы о поколении восьмидесятников. Марш победителей или потерянное поколение? У нас сейчас продолжается опрос наш на сайте финам.фм. Заходите, голосуйте. Точно так же, как Вы можете позвонить нам по студийному телефону 737-370. Особенно, если Вы себя относите к поколению восьмидесятников, скажите, как Вы себя чувствуете? Вышли ли Вы из восьмидесятых? Чувствуете ли Вы себя, собственно, детём перестройки? Ну, может быть, даже благодарны ли Вы Горбачёву за те окна возможностей, которые были открыты? Вы знаете, вот сейчас мы, по-моему, здесь в студии приходим к тому, что поколение состоялось. Мне кажется, оно состоялось ещё и потому, что у нас был очень хороший стартовый капитал. Потому что мы были на вот этом вот накате инерции всей вот этой вот советской послевоенной модернизации. Создание советского, вот Вадима тоже вот мы вместе в те годы общались, Андрей Фадин, социолог такой безвременно ушедший, погибший. Вот у него была теория советского среднего класса. Вот этот вот советский средний класс, эти 30 миллионов горожан, второе, третье поколение, которые жили в городах, уже имели отдельные квартиры, машины, возможности, слушали голоса разные, BBC Голос Америки образованы, которые уже хотели конвертировать свой образовательный и административный потенциал в какие-то реальные вещи, в деньги, в экономическую мобильность. Вот они вывели на удар как бы вот это поколение восьмидесятников. У нас еще были хорошие советские школы, у нас было доступное бесплатное советское образование. Мы уже при этом пользовались всеми, так сказать, позднесоветскими прелестями, типа доступности машин, доступности каких-то контактов с Западом. И вот набравшись всего этого, взяв последнее, отжав последнее все, что можно от Советского Союза, мы вышли на вот это вот 90-е годы, уже с каким-то капиталом образовательным, административным, культурным, вошли в 90-е годы. Вадим, ты как считаешь? Ну, я согласен, действительно, нам и в этом отношении повезло. Я чуть только успел пожить в коммунальной квартире, а потом, следовательно, переехать в квартиру отдельную, маленькую, потом чуть побольше. И школа была хоть и средняя, но, в общем, неплохая. И МГУ, неплохой вуз, который я закончил, что бы там не было. И капитал, действительно, человеческий какой-то культурный был. Но что интересно, это в сильной степени был капитал непрофессиональный, а именно общекультурный. Не случайно же потом физики преуспевали в экономике лучше, чем экономисты. То есть, ну, во-первых, образование было хорошее, а во-вторых, и барьеров не было, профессиональных барьеров не было, ну, и прочих других. Здесь вообще интересная очень тема, я думаю, отдельная совершенно тема разговора, что физики-то они гораздо больше преуспели, чем лирики в поколении восьмидесятников. Да. Да. Отчасти благодаря хорошему образованию, такому незашоренному. Вот. Или в сильной степени благодаря этому. Действительно? Я, откровенно говоря, вообще не могу сейчас припомнить в истории Советского Союза, в новейшей истории хотя бы одного поколения, в котором преуспели бы лирики. Поскольку, насколько я понимаю, страна в общем и целом не гуманитарная, совершенно на эти ценности не ориентированная. За гуманитарные науки отвечают какие-то кадавры на протяжении довольно долгого времени. Соответственно, если человек более или менее приличный, вменяемый и к чему-то стремящийся, то он выбирает, естественно, научную стезю. И уж во всяком случае, как черт отлада, но шарахается от социальных наук и от всего прочего, чем сейчас более или менее российские ученые начинают заниматься. Ну, как бы, если говорить, начинают на протяжении последних, там, двадцати лет, да. А мне представляется, что в восьмидесятые годы мы просто имели. Действительно, нам там в чем-то повезло. И я тоже не жалуюсь на свою школу. Но я думаю не столько о себе, жившем в городе Таллине на такой престижной западной окраине империи, да, которая пожинала все прекрасные плоды двойного провинциализма. Относительно... ...которым не так уж сильно повезло, которые не жили в Москве, которые не жили в престижных провинциях типа, там, значит, Прибалтики или, допустим, других каких-то призападных областях, да, где там конвертировались, вращались какие-то там ценности, да, какие-то контакты были, да, значит, там, пластинки, джинсы и прочее, и прочее. Вот не было ничего, да, где-нибудь в самом центре страны. Вот. Мне... Я не думаю, мне не кажется, что этим людям изначально повезло. Всего... все, чего они добились, они сделали сами. Ну, да, в 90-е годы они получили возможность приехать в Москву уже или в другие крупные говорода, но все равно, я думаю, что на фоне 90-х годов стартовые условия, хотя бы базовое наличие школы и учителей в этих школах и более-менее нормального образования в региональных вузах, для них стартовые условия были более-менее пристойные. Давайте послушаем, что вот наших слушателей звонят. Игорь у нас на линии. Игорь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да-да, добрый вечер. Я вот сам 80-ник, то есть 64-го года. Так. Вот вырос в городе Баку. Собственно говоря, вот та ситуация, которая сейчас вот сложилась в России, она... Алло. Да-да, мы вас слышим. Она была в Баку, но только в очень такой миниатюрной, но в Азербайджане. Если вы помните все эти дела коррупционные, потом там... Ну, в общем, за каждую справку деньги надо было давать. Я хочу вам лучше сказать. Алло. Да-да, мы вас слышим. Хотел бы сказать лучше, что 80-ники, вот если помните у Рябичкова песня «Поколение дворников и сторожей», да, то и 90-е, и 2000-е, эти поколения, такие же, собственно говоря, потерянные. Почему? Потому что ценности, за которые ухватились вот эти 80-ники, да, чтобы поменять ситуацию, перемены сделать, они, как бы, оказалось, они ненужными и подменилась торговля, а в основном вышли с политороторговлей и чиновники. Алло. А вы считаете, это не является критерием успеха? То есть для вас критерием успеха нужно то, чтобы были ценности и чтобы эти ценности ввели людей в жизнь? Да, настоящее поколение, о котором, стоило бы говорить, кто достигал каких-то поколений, достигшие в космос, там, или прогресс какой-то. Понятно. А, очень жалко, сорвался звонок Игоря. Но мне кажется, очень интересная точка зрения, что вот мерясь успех поколения, вот сейчас у нас в оставшиеся пять минут, давайте этому посвятим. Поколение все-таки успешно или как нам мерясь успех этого поколения? Игорь очень верно сказал. Действительно, состоялись как бизнесмены. Вот да, вот у меня тут продолжение этой статистики. Среди 500 самых состоятельных россиян в 2007 году, по версии журнала «Финанс», 49,6% представители поколений 60-х годов. То есть половина крупнейшего капитала – это вот эти сами 80-ники, родившиеся в 60-х. И только 28% у поколения 50-х, и 12% у поколения 70-х. Состоялись как чиновники, состоялись как бизнесмены. Так куда же? Это же разве не успеха? Мне трудно здесь говорить об успехе, но я могу объяснить, почему нам повезло и как не повезло никому другому. Не потому что все было хорошо, да, а потому что мы успели пожить при двух режимах. Ну да, сначала, как пел Юрий Шевчук, их нелегкая юность прошла вдалеке от вещей. Под вещами я бы имел в виду нечто более широкое, нежели вещи материальные. А потом мы дожили до совершенно другого порядка, и тем самым можем, имеем возможность сравнить, и можем оценить это, и следовательно, видеть и то, и другое. Ну да. А успех это не успех? Я уже даже не знаю. Дайте послушаем звонящих нам слушателей, вот что они считают, успех или неуспех. Елена у нас на линии. Елена, мы вас слушаем. Добрый день, я 59-го года рождения, и вы знаете, абсолютно согласна с господином из Баку. С моей точки зрения наше поколение, это поколение нереализованных возможностей. Объясню, я из научной среды, и в перестроечные времена я вошла старшим научным сотрудником. Гуманитарная, вот точнее сразу, гуманитарная или техническая? Медицина. Что стало с моими друзьями? Значит, те, кто успел уехать на Запад, продолжили карьеру научную. Те, кто остался здесь и был способнее, поумнее и владел иностранными языками, стали оплачиваемыми клерками в фармацевтических западных компаниях, а остальные просто потерялись. В каком смысле? В смысле профессиональном. Они занялись коммерцией. Вот то, что вы говорите об успешных бизнесменах и так далее, это единицы. У нас бизнес, как нечто, как сказать, фундаментальное, передающееся по наследству и так далее, это единичные примеры. Вы правы, Елена, да, вот я тоже, извините, просто... А в основном это коммерция. Продолжим, да, вашу мысль. Даже если бизнесмен, понимаете, если человек мог стать успешным хирургом, да, кардиохирургом, а пошел в бизнес. А пошел не в бизнес, а в коммерцию еще раз повторяю. Да даже если и в бизнес, даже если он стал предпринимателем. Успех ли это? Это не успех. И самый главный неуспех заключается в том, что мы своим детям не можем передать наши ценности, потому что они рухнули, как бы, а у них сформировала улица, и у нас сформировали совершенно другие ценности. Поэтому потерянное поколение, с моей точки зрения, это как раз наши дети, рожденные в 80-х, а мы – это поколение нереализованных возможностей. Спасибо, Елена. Очень-очень интересно вы подытожили это все. Вы знаете, может быть, продолжу здесь. Я в интернете нашел такую цитату, не знаю, даже такой Станислав Гвиздо, да, чтобы, так сказать, атрибуцию «Тверской клуб фабрики Смыслов Тверь» о поколении 80-х. Они подхватили новые направления в культуре и в то же время стали проводником массовости безвкусицы китча моды на пиво. Они стали практиками и забыли романтику русского поля у летнего костра. Они открыли страны новые виды спорта и забыли лапту и хоккей. Они провели всемирную паутину и запутались в ней жирной, обреченной мухой. Они поняли, как выживать поодиночке и не оценили по достоинству коллектив. Они выучились зарабатывать и потреблять и не научились растить детей. Они посмотрели на мир другими глазами и расширили зрачки, перейдя все пределы инстинкта самосохранения. Они понаучились получать удовольствие от жизни и не нашли в ней иного смысла. Такая вот очень любопытная цитата, мне кажется, может даже эпитафия 80-никам. Давайте посмотрим, что у нас говорит Вокс Попули. Потерянное поколение, 39%, вот в частности в продолжении этой цитаты. Поколение прагматиков, 35% и 26% поколение победителей. То есть голос интернета... Почти поровну, между прочим. Смотря кого считать прагматиками и считать ли прагматизм, в том числе и наш хваленый прагматизм в политике, средствием успешности, с критерием успешности. Но мне кажется, что здесь это посыпание головы пеплом, которое мы наблюдаем в исполнении голосующих, которые может быть себя посыпают пеплом или там кого-то еще. Это, так сказать, 39% они лидируют. Мне кажется, связано с некоторыми, ну что ли, превентивными мерами. Не хочется бить себя пяткой в грудь и кричать, что я успешный, я круче всех, потому что поколение 80-х все-таки воспитано, как мне кажется, в основной своей массе в несколько более скромных границах, в границах некоторой пристойности поведенческой, в то время как люди, которые следуют за ними, они уже вполне органично усвоили представление о том, что нужно на каждом могу кричать, что я научу всех. Как кричать, я успешно написать свое резюме. Вот что значит культуролог, как хорошо он, так сказать, пораженческую позицию описал. Вадим, последнее. Согласен. В нашем поколении было принято на вопрос, как дела, отвечать все плохо. Ну или нормально. Как всегда, как всегда, не спрашивай. Да, 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 да. Да, имелось в виду плохо. Да, поколение, новое поколение говорит отлично, есть американский ответ. Я очень люблю на этот вопрос, который во всех культурах есть, ком и стай. Мне очень нравится итальянский ответ. Абастанце, Бене. Достаточно хорошо. Да, итальянцы никогда не скажут отлично, да, великолепно, как скажут американцы. Ну что ж, друзья, с пожеланием того, чтобы у вас все было абастанце, Бене, достаточно хорошо. Мы завершаем эту программу, мы, это ваш верный археолог Сергей Медведев и наши сегодняшние гости. Социолог, первый проректор Высшей школы экономики Вадим Радаев и культуролог и кинокритик Ян Левченко. Услышимся на этих же волнах через неделю. Пока. Археология. Авторская программа Сергея Медведева о повседневности. О скрытых в ней кодах и знаках. Об истории настоящего времени. Копать, копать и еще раз копать. Мы идем вглубь повседневности, раскрываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 20 часов на Финам-ФМ. 99,6 в Москве. Живи по своим правилам. Финам-ФМ. 90.